Валентин Титаренко Валентин Валентинович, транспортную полицию Крыма часто путают с другими ведомствами, которые в Крыму отвечают за правопорядок. Тем не менее, у вас свои задачи, у вас своя отдельная структура, отдельная работа, отдельный фронт ответственности. Хотелось бы выяснить, чем транспортная полиция таким специфическим будет заниматься в разгар летнего сезона здесь в Крыму с целью обеспечения правопорядка. Начиная наш разговор, хотел бы немного рассказать об истории создания транспортной полиции. Днем рождения транспортной полиции принято считать дату 18 февраля 1919 года. Центральный исполнительный комитет РСФСР принял декрет, которым была создана милиция на железнодорожном транспорте. Задачами железнодорожной милиции в те времена было в основном обеспечение сохранности грузов, которые перевозились на то время. Это хлеб и вот эти постоянно нападающие банды, они создавали большую угрозу сохранности перевозимым грузам. Для того, чтобы обеспечить безопасность перевозки этих грузов, собственно говоря, и создавалась транспортная милиция, задачи которой были сохранить перевозку в основном хлеба. Со временем происходила трансформация транспортной милиции, параллельно создавалась милиция на водном транспорте, это тоже были 20-е годы прошлого столетия. В 70-х годах была создана милиция на воздушном транспорте, со временем эти все подразделения объединились и стало одно подразделение, так называемая транспортная полиция, которая обслуживает железнодорожный транспорт, водный и воздушный. Основной задачей транспортной милиции является обеспечение личной и имущественной безопасности пассажиров, которые пользуются тем или иным видом транспорта, обеспечение охраны общественного порядка. Есть такие специфические функции, как борьба с преступлениями, связанными с постигательствами на грузы, на багаж граждан. Ну и естественно, конечно, пресечение попыток актов незаконного вмешательства в деятельность субъектов транспортной инфраструктуры. Но вообще летом действительно нагрузка на транспортную полицию увеличивается? Учитывая то, что Крым является курортным регионом, поэтому одной из особенностей нашего региона – это многократное увеличение пассажиропотока именно в летний период. Это связано с тем, что люди едут на отдых, и поэтому пассажиропоток увеличивается. Вследствие этого и увеличивается нагрузка на сотрудников транспортной полиции. То есть здесь нам необходимо обеспечить безопасность граждан, которые прибывают к нам в Крым сюда на отдых, безопасность детских перевозок, потому что очень много детей едет на летний оздоровительный отдых. И вот эти задачи мы должны выполнить так, чтобы люди, приезжая в Крым, не были разочарованы тем, что, следуя в Крым, стали жертвами каких-то преступлений. То есть у вас еще такие важные имиджевые задачи перед вами стоят. Валентин Валентинович, все-таки какие объекты транспорта, они в разгар летнего сезона вызывают особый пристальный интерес транспортной полиции? Потому что вы говорите, нагрузка-то увеличивается, она за счет, в основном, наверное, легковых автомобилей увеличивается. Но я сразу хочу поправить вас. Автомобильный транспорт мы не обслуживаем. То есть, еще раз подчеркну, это железнодорожный, водный и воздушный. Соответственно, вот в ситуации, в которой сейчас находится Крым, основная нагрузка ложится на аэропорт Синферополь и на Керченскую паромную переправу. То есть там в летний период, конечно, в разы увеличивается пассажиропоток. Это естественно, эти два объекта являются основными воротами в Крым. И если брать количество перевезенных пассажиров вот этими двумя объектами, то это порядка 10 миллионов граждан, которые приезжали и выезжали из Крыма. А как удается, собственно говоря, с такой колоссальной нагрузкой справляться? Вы как-то летом привлекаете какие-то дополнительные силы с материка или обходитесь своими ресурсами? Ну, это уже наработанный годами опыт. То есть прежде чем вступать в курорт на летний сезон, мы проводим колоссальную подготовительную работу. То есть специально подготавливаются планы обеспечения безопасности пассажиров в курорт на летний сезон. Производится расчет сил и средств, которые необходимы для выполнения поставленных задач. Производится расстановка нарядов на необходимые объекты, где увеличивается пассажиропоток. Несомненно, мы привлекаем приданные силы. В этом году нам МВД Российской Федерации направил на дополнительные силы, которые мы используем как раз на объектах в аэропорту и на Керченской паромной переправе. А сколько это человек? Или это закрытая информация? Ну, это не закрытая информация. То есть на сегодняшний день это около 30 человек, которые специально прибыли в Крым для того, чтобы нести службу в круглосуточном режиме на данных объектах. А как вы рассчитываете, в принципе, количество сотрудников, исходя из, условно говоря, какой-то пропорции, один к десяти, один к тысяче человек? Как ведется этот подсчет? Здесь, как бы, ну, своя специфика. То есть это ведомственные уже нормативные акты, которые регламентируют нормы выставления нарядов. И здесь мы исходим от тех зон, через которые идет основной пассажиропоток. Допустим, если это аэропорт, то у нас четко определено количество терминалов, где люди прибывают и убывают, и зона предполетного досмотра. То есть, соответственно, мы на эти объекты уже предусматриваем свои силы и средства. Также самое и Керченская паромная переправа. Есть зоны транспортной безопасности, и есть пункты досмотра пеших пассажиров, и пункты досмотра пассажиров, которые следуют своим транспортом. Соответственно, мы выставляем с учетом этих пунктов свои наряды и патрулируем территорию наших объектов. Но наряд это сколько человек? Наряд это парный наряд, два человека. То есть могут быть посты, так же самое, это один-два человека. Задачи нарядов... То есть есть мобильные, есть стационарные? Наряды, они у нас патрулируют, и их основная задача, это, конечно же, охрана общественного порядка, это профилактика совершения преступлений, правонарушений, и если, не дай бог, происходят преступления, то оперативное реагирование с целью раскрытия по горячим следам. Но эти наряды вооружены, да? Они вооружены, экипированы, как положено. Как узнать транспортную полицию, и если вдруг что-то произошло с туристом, куда обращаться, и как это делать? Ну, узнать здесь проблемы не составляет. То есть это сотрудник в форменной одежде сотрудника полиции. Отличие только в шевронах, которые у нас имеются на форме, где есть эмблема транспортной полиции. Если человек, не дай бог, стал жертвой преступления, то первое, что ему необходимо сделать, это обратиться к сотруднику полиции, которую он может увидеть на любом вокзале, на любом терминале, в аэропорту, на Керченской паромной переправе. Если вдруг сотрудник полиции где-то не в близости от гражданина, здесь приходит на помощь телефон, то есть стандартный номер 102, и сообщение мы получаем, регистрируем и оперативно реагируем на данные сообщения. Здесь самое главное, чтобы пассажир, который стал жертвой преступления, он обращался своевременно. Потому что у нас бывают случаи, когда граждане обращаются спустя сутки, двое, трое, и, соответственно, это драгоценное время, оно уходит. И уже специфика организации раскрытия преступлений совсем другая, чем по горячим следам, когда преступление только произошло. — Ну вот на вашей памяти, если брать, например, летний сезон, какие самые яркие эпизоды и насколько продуктивно транспортная полиция справляется с такого рода эпизодами? — Вы знаете, выделить, конечно же, тяжело из общей массы преступлений, какие-то более яркие. То есть это обыденная, рутинная жизнь сотрудника транспортной полиции. — И все эпизоды у него яркие, надо полагать. — Я скажу, задачей транспортной полиции приходить вовремя людям на помощь, раскрывать преступления и искать преступников, которые эти преступления совершают. Вот здесь можно выделить определенные категории преступлений, которые наиболее часто встречаются в деятельности сотрудников транспортной полиции. Присуще преступление против личного имущества граждан. То есть предметом данных преступлений в основном становятся вещи пассажиров, денежные средства, мобильные телефоны, золотые украшения и многие другие вещи, которые присутствуют у пассажиров. На практике вот иногда удивляет ситуация, когда к нам обращаются потерпевшие и рассказывают о том, что, следуя в плацкартном вагоне, они на ночь оставили мобильный телефон на столике или кошелек с деньгами, а потом утром проснулись. — И с удивлением обнаружили, что ничего не было. — Деньги пропали. Поэтому здесь, конечно же, бы хотелось гражданам сказать, что на объектах транспорта надо быть очень внимательным. — А в случае вот таких эпизодов, например, в вагонах, как транспортная полиция, которая в самом поезде не находится, узнает об этом через проводника? — Ну, опять же, да, отвлаженная система связи. То есть есть проводники, если гражданин обращается к проводнику, то проводник по радиостанции связывается с дежурными постстанциями и информация попадает в дежурную часть линейных отделов. — А процент раскрываемости вот вообще такого рода самых распространенных эпизодов, о которых вы говорили, он велик? — Я скажу, вот если брать статистику нашего подразделения, то процент раскрываемости общий, он составляет где-то 75%. Если брать преступления имущественного характера, это вот кражи, грабежи, то процент раскрываемости чуть-чуть ниже, это где-то в среднем до 65%. Ну, у транспортной полиции наработан опыт раскрытия преступлений. Здесь я еще раз повторюсь, самое главное, чтобы граждане обращались своевременно, не затягивали. И если промежуток времени между совершенным преступлением и обращением к нам небольшой, то вероятность раскрытия таких преступлений очень большая. — Спасибо большое, Валентин Валентинович, за ваши жизнеутверждающие комментарии. Удачи вам в работе, всех благ. Ну, а мы не прощаемся с вами, увидимся в следующих выпусках. — Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...